21 миллион рублей в поддержку малого и среднего предпринимательства. В августе попечительский совет второй раз за год рассмотрит новые бизнес-проекты. Срок подачи документов истек 5 июля. В начале года предприниматели и фермеры уже получили денежные средства. Тогда сумма составила 28 миллионов рублей. Сейчас министерство проводит отбор этих бизнес-планов. Там бывают со многими нарушениями. Иногда получается так, что люди даже не знают, что они пишут. Естественно, мы им отказываем. Мы заранее предупреждаем, что их бизнес-планы не соответствуют и они исправляют. Мы где-то в течение, наверное, двух-трех недель уже начнем рассматривать эти бизнес-планы. Мы, я имею в виду, попечительский совет. Мы эти бизнес-проекты сейчас передадим, пусть не рассмотрели, на следующей неделе передадим в фонд годного кредитования. И фонд годного кредитования объявит время, когда попечительский совет соберется и пригласит необходимых людей, которые могут претендовать на любые кредиты. Как и прежде, предпочтение отдается фермерским хозяйствам. Кредит выдается сроком на три года под 5% годовых. Это очень выгодные условия для предпринимателей, отметил Козаев. В нашей программе у нас бывают прерогативные направления, там перечисляются, почему именно мы записываем. В этом году, например, первым номером у нас стояла перезаботка сельскохозяйственных товаров. То есть, почему мы это пишем, мы хотим обратить внимание именно на эту отрасль. На следующий год будет другая программа. И вот мы, когда рассматриваем бизнес-планы, мы пытаемся выбрать те программы, те бизнес-проекты, которые соответствуют этому критерию. Максимальная сумма кредита для индивидуального предпринимателя составляет 600 тысяч рублей. Для коммерческой организации – полтора миллиона рублей. Чтобы получить сумму в 600 тысяч, банк запрашивает троих поручителей. Для получения суммы в полтора миллиона обязательным условием является залог недвижимости. В этом году впервые будет осуществлен возврат суммы кредита, что существенно позволит увеличить общую сумму льготного кредита Ваня. Мы уже выступали и говорили, что сумма в этом году увеличилась. Если в 2017 году было 21 миллион, в этом году уже 49 миллионов. А в следующий год опять прибавится порядка, там около 30 миллионов. То есть, это увеличивается уже сумма. И уже настала такая необходимость, когда нужно определять уже более серьезные организации на более крупные суммы. Ну, там с банком, видимо, будет проведена работа. Поделить, как вот, если бы давать 5 миллионов, как банк будет к этому относиться. После выдачи кредитов осуществляется контроль над целевым использованием кредитных средств. Программа работает уже четвертый год. И, как заверили в Минэкономразвития, с каждым годом бюджетная часть будет увеличиваться. Агунда Губозова, Регина Черткоева, Аида Кочева. Информационный выпуск. Сегодня.